Всем приветик! Сегодня мы снова выбрались в тот самый сад, где виноградник, откуда в прошлый раз я делала видео, и в прошлый раз сказала, что в сады мы не попали, потому что суббота. Но вот сегодня у мужа выходной, и поэтому в будний день нам повезло, мы отправились как раз смотреть сады. Ну и очень правильно сделали, потому что, как я понимаю, что уже в конце сентября их закрывают на осенний, на зимний период, поэтому, в общем, буквально осталось несколько дней, чтобы посмотреть, что тут растет, и потом уже до следующего года. Ну, сейчас пойдем, надеюсь, что нам понравится и что вам понравится. Итак, вот здание старой фермы, о котором я говорила. Это времен Елизаветы Первой. Выглядит очень симпатично, в довольно-таки хорошем состоянии. И, как я понимаю, что эта ферма была какое-то время в запустении, а потом уже, потом уже стала, ее выкупили. И, ну вот, как я рассказывала в прошлый раз, что это принадлежит местному политику, до этого другому местному политику принадлежало. Ее выкупили, и, в общем, здесь стали делать сады, любители садоводства. Вот, смотрите, как прекрасно. Это яблони, такие стриженные, с яблоками. Яблоки крупные. Рвать я не буду, конечно. Я так думаю, что они больше для красоты тут, а не для урожая. Ну, вот, все такое прекрасное по-английски. Смотрите, какие окна, какие раньше и были. Никакого обмана, никакого подвоха, даже стекло такое неровное. Вот, смотрите, эти тыквы, я думала, настоящие, а они просто, оказывается, скульптурные композиции. Но хочется сказать, что вот здесь любят перед дверями ставить всяких там гномиков, там, не знаю, собачек. Мне они не нравятся, иногда такой кич. Но вот такие тыквы в осенний сезон, мне кажется, вообще очень круто, я бы поставила. И вот, смотрите, какая дверь старая. Просто красота. Такая некрашенная, необработанная какая-то. Или это... А, нет, это покрашено в белый цвет, только краска ободралась. Итак, прекрасное здание фермы. Ну, оно сегодня не действует как ферма, оно, по-моему, действует просто для красоты. Из того, что я вижу за окном. Там просто книги лежат, кресла. Вот, прекрасные цветочки. И идем дальше. Ну, такой возраст, чтобы всем интересоваться. И что там есть? Закрыто, да? Закрыто. Так, сейчас посмотрим, что там внутри. Вот, смотрите. Вот, смотрите. Выглядит как гостиная, да? Книги там лежат. Кресло старое. Камин. К сожалению, уже там темно, не очень видно. Признаем это. А вот еще, смотрите, отсюда тоже красивый вид на эту ферму. И обратите внимание, как здесь цветочки растут. А вот разные всякие цветы посажены. Ну, понятно, что они ярусами посажены. Но как бы в таком огромном беспорядке, потому что растет все подряд одно на другое. Если вы наберете в гугле cottage garden, то вы увидите вот примерно вот такого вот типа сады вокруг коттеджей. Ну, то есть сад, и там в конце сада коттеджик английский, обычно вот такой вот старый домик. То есть, понятно, что сады бывают разные, такого типа, такого там, да, как я сказала там, да, классические английские, такие-такие. И вот один из видов называется cottage garden. Когда абсолютно все в хаосе, на самом деле это специально так задумано. Здесь есть еще один садик. Вся эта территория разделена на, ну, различные сады, варианты садов. Ну, и вот сейчас не самое живописное время, потому что розы уже, очевидно, тут отцвели. И вообще много что отцвело. Но даже сейчас выглядит чудесно. И я даже не знаю, вот почему они закрывают это сейчас. Потому что я думаю, что осенью здесь тоже не хуже, когда все такое... Вот здесь, когда все такое желтое. Желтое, зеленое, красное. Вот прекрасные груши. Шпалерные деревья. Я уже выучила разные названия. Станешь тут тоже сам садоводом. И вот. Это вообще груша-монстр. Смотрите, какого размера. Наверное, она грамм 400 тянет. Да, в общем, красота. Хорошо, что мы приехали. Сомневались, как обычно. Всегда сомневаемся, ехать или нет. И везде вот такие вот заколучки, где можно сесть и как бы так, в такой немножко интимной обстановочке побыть. Вот видите, везде подстрижены эти яблоки, выстриженные и дрессированные деревья, чтобы такие арочки из них получались. Ну, красиво, что? Вот эти нот-гарденс, да, выстриженные кусты, как я и говорила. Ну, в общем, красота. Извините, я слово красота уже сказала, наверное, раз в 500 за 5 минут. Но действительно, не перестаешь восхищаться. Мы тоже взяли с собой пикник. Наверное, присядем где-нибудь сейчас в укромном месте. Перекусим. И еще весной тоже. Если вы вдруг весной, то я вижу, что здесь везде глициния. Вот, как здесь, да? Она цветет здесь, по-моему, в начале мая. Так что весной, конечно, красота тоже. Если кто любит глицинию, я думаю, что не найдется такого человека, который как-то к глицинии не очень. Это, в общем, стоит. Ну и лабиринт. Это типа лабиринт, да? Такой маленький совсем лабиринтик. Так, как обычно в лабиринте. Действуй, Бартек. Главное... Главное не паниковать. Главное не паниковать в лабиринте. То как вы, Маршин, сразу туда наверх попали? Мне повезло. Повезло, да, просто. А ты смотришь за моими передвижениями? Я правильно иду или нет? Неправильно? Подскажешь? Давай, руководи, пожалуйста. А то я что-то... Доброе. Прямо налево. Прямо налево. Вот если вам нечем занять... А здесь нет других опций. Налево. Прямо. Если вам нечем занять гостей на приусадебном участке, сделайте вот такую вот штуку. Лабиринт. И не диктуйте им сверху. Прямо, налево, направо. Да? Да. Гости будут долго развлекаться. Вот еще смотрите, какое здесь чудесное место. Обещанная беседка с глицинией. Но понятно, что глициния сейчас не цветет. Это в мае. Но вот я думаю, что в мае здесь вообще волшебно. То есть здесь необязательно идти в ресторан кофе пить. Хотя в ресторане тоже приятно. Но если вы человек экономный, или если вы хотите уединения на природе, то здесь очень много таких мест, где можно со своим пикником, со своим термосом, со своим кофе, или там с чем, прийти, сесть и расслабиться. Может быть, даже книжечку почитать. Мы дошли до означенного kitchen garden. То есть это, ну, огород, грубо говоря, по-русски. В общем-то, не то, чтобы здесь с этого огорода, я думаю, что-то получают так для этого имения. Это просто исторически они его поддерживают. Посмотрите, кто у нас на огороде. Приветик! В общем, вот так вот. Скромное обаяние буржуазии. Павлины на огороде. Ну и вот, что у нас растет на огороде. Тыквы мускатные. Всякие другие тыквы. Тыквы, тыквы, тыквы. Еще тыквы, салат. Лаврушка, салат. Кабачки. Ну, в общем, все, что может в средней полосе, как говорится, вырасти. Вот это яблоневый сад. Яблоки падают, павлины их клюют. Сразу вспоминается, как мы ездили яблоки собирать на ферму волонтерами в прошлом году. И хочется поехать. Но поскольку сейчас это не представляется возможным, потому что одной рукой я качу коляску, а другой снимаю, третьей могла бы яблоки собирать, но третьей нет. То может быть в следующем году. И даже в этом яблоневом саду тоже смотрите. Не знаю, видно, нет. Стоит столик. И можно там тоже сесть, сделать себе пикник. Рядом с таким старинным зданием фермерского дома, которому 500 лет. Ну и вот в конце ресторан Диппен Хэр, прыгающий зайец. Как здесь означено на двери, видите, что даже здесь Мишлен отмечен. Не знаю, что это значит. Звезд нет. Может быть, ожидают тут Мишлен. Вот, ресторан очень симпатичный. Мы там, конечно, есть не будем, но чай, кофе, выпьем. И вот вы сидите в ресторане, а напротив вас а напротив вас бараны пасутся. Если вы хотите идти на виноградник, то вы прямо идете по вот этому бараньему полю, пересекаете его, проходите через баранов, они от вас разбегаются или наоборот попадают. И напротив там есть калитка, идете через лес, попадаете на виноградник. Ну, в общем, полная пастораль и красота. Уже в другое время, но вот так вот все тоже место. Вот он, этот сорт Бахус. И хочется сказать, ну что здесь уже половину собрали, потому что я так посмотрела у них на сайте, они написали, что в этом году было очень жарко, и поэтому начали собирать урожай на две недели раньше, чем обычно. Ну, вот этот вот черный виноград еще не собрали, но я думаю, что буквально вот на этой неделе уже тут будут, наверное... Ну, ничего, кстати, сладкий. Буквально на этой неделе уже, наверное, все здесь доделают. И, кстати, вот висит объявление в магазине, что им требуется... О, здесь и белый тоже затесался. Висит объявление в магазине, что им требуются работники на сбор урожая. Платят 7,50, по-моему, или 7,60 за час. И я даже мужу говорю, что если бы... Если бы у нас не было детей, я бы сюда пришла виноград пособирать. Невкусный ящик? Не понравилось тебе? Если бы не понравилось, то не рвал бы. Ну, в прошлом году мы собирали яблоки как волонтеры, и нам было очень приятно и очень понравилось. А если еще и деньги заплатят, вообще было бы классно день провести вот так вот за физическим трудом иногда на природе. Мне кажется, вообще, красота. В общем, дорогие люди, хотя Сафлок это не самый популярный туристический маршрут, но если вы вдруг сюда доберетесь, приезжайте. Прекрасное место, не пожалеете. И пусть даже цена 5 фунтов вас не отпугнет. Если вы садовод-любитель, если вам нравится Англия, если вам нравится природа, если вам нравятся прекрасные места, то приезжайте. Рекомендую.